всем привет народ привет мы снова с лёхой на рыбалке январь месяц погода очень холодная такие ветра пошли нереальные дикие холодные но щуку надо ловить всегда пока есть открытая вода поэтому сейчас мы собираем наши снасти лёха уже привязывает поводок он воблер смотрю ставит и пойдем по речке и будем ловить щуку у меня сегодня новый спиннинг это сова до 79 м до 15 грамм то есть классный такой лайтик конечно он может быть мощноват будет под такую рыбалку но на этот сезон взял себе такую удочку и думаю в основном с лодки потом летом буду на него рыбачить удочка классная стоит в углу да поэтому не терпится мне ее испытать попробовать половить она вот новая с бирками еще сейчас отстегнем вот ну классная палочка такая она принципе не длинная вот ну быстренькая такая четкая прикольная комель такой тут мощненький чуть-чуть но вершинка живая деликатная надеюсь получится сегодня ее разловить и поймать каких-то щук может и покрупнее что-то будет катушечку сейчас тоже достану саваду кстати вот раньше не показывал к савады катушки будут в таком красном не пленовом чехле скорее всего тут где-то будет еще написано там азура савада что-то такое двухсекционный чехол вот такая катушечка у меня ношу я с собой в таком жестком тоже чехле удобная тема даже к сумке к рюкзачку я пристегиваю сейчас на катушку вкручиваем ручку вот так это уже палка до 15 как раз трехтысячный размер катушки это уже можно сказать что комплект ну подходит одно одно к другому подходит как раз и думаю с лодочки там летом для ловли на 12 на 15 16 грамм это будет отличненько так прибежал к нам такой голодный пес мешает нам помогает собираться на рыбалку я сейчас пока привяжу поводок из флюрокарбона кстати сегодня на саваду намотал новый шнур он смотрите лезет везде облизывается намотал шнур смотрите какой прикольного такого яркого желтого флюоресцентного цвета вот это шнурочек яматое blue mark мне снова прислали с магазина fish fish это прикольный японский шнурок тут 150 метров 0 4 сечения я себе взял для ловли щуки сейчас травы уже на реке гораздо меньше зацепов практически нет поэтому честно скажу шнуром потоньше рыбачить повеселее лучше чувствительность на вываживание так сказать все по-другому работает сейчас собака запутается у меня шнуре будем тестировать я потом про него более подробно более конкретно расскажу вот смотрите тут он идет желтого цвета и через каждые пять метров идет 30 сантиметров синяя полосочка для лучшей там визуального контроля проводки поэтому он так выглядит типа желтый с такими синими штучками и вместе со шнуром яматое сейчас флюорокарбончик 0 5 до 0 52 миллиметра на щучку тоже сейчас привяжу поводочек поставим и посмотрим что за флюр у яматое тоже думаю фирма это достаточно известная популярная поэтому я думаю все будет хорошо но надо сначала половить протестировать вот кстати такой сантиметров сорок поводочек я вижу обычно поменьше обычно там что-то около 30 вот на сумке у меня кусачки вот так сейчас откусим по ощущениям такой он чуть-чуть жестковатый вот но для флюра это хорошо но при этом не проволока да то есть он мягенький там же ловить сегодня буду на небольшие веса и мягкость у флюра все-таки нужно пусть пока в коробке он полежит такая упаковочка 10 метров 0 52 флюрик тут тут у нас все на японском написано made in japan как раз протестируем все для такие японские снасти по приманкам сегодня тоже у меня одна коробка с силиконом перчик я думаю буду ловить на джихрии хочется наверное половить на этого напалмера последней рыбалки он у меня хорошо работал сейчас я найду это пачечка пока они у меня есть три штуки осталось думаю продолжу ловить пока не по крайней мере начну ловить на эту приманку крючок сейчас мы на него подберем я ставлю уже 1 0 по опыту предыдущих рыбалок мы даже с вами вместе как-то подобрали 1 0 крючок сюда хорошо подходит так собака что ты тут тут крючки среди какой пес смешной тут еды нету голодный у нас просто собой ничего нету даже ему дать моего шаурмой с утра покормили то он теперь к нам такой прибежал смешной на это азура крючки ну вот видишь смотрите лёха уже раздавился пока я с настью собирал маленькая щучка на воплерок да тоже небольшой воплер это нормальный знак начали рыбалки что уже есть поклевка собака никак не угомонится сейчас и мы пойдем рыбачить сделаем первые забросики закинул этот берег так прикольно шнур этот кстати такой тоненький он как бы уже и подороже идет чем до 3 син шеллер который мы раньше рассматривали от яматоя поэтому у него таки плетение плотнее 0 4 тоненький вот летит хорошо даже с неожиданности даже перебросил речку надо порыбачить им посмотреть в разных условиях как его там дугу выдувает не выдувает как он там по крепкости будет на вываживании на рыбе на зацепах цвет мне нравится что такой яркий хорошо заметно на фоне воды всегда берите яркие шнуры там салатовый розовый желтый кислотный какой-то такой потому что проводку хорошо контролировать я на кончик в основном никогда не смотрю смотрю всегда все по шнуру когда яркий шнур все отлично видно это какой-то там серый зеленый опять на тот берег залетела то ну когда темный шнур вообще не комфортно ты зрение напрягаешь постоянно на рыбалке но такое неудобно короче берите только яркие шнуры мощновато это палка конечно для таких условий например савада до 11 которая сейчас у лёхи то ну идеально подходит например под такие маленькие речки а это палка до 15 по типажу уже совершенно другая то есть она гораздо мощнее комель тут пожестче мощнее это например супер палка там судака ловить на 12 грамм на 4 дюйма вот выполнять такие подрывы жесткие навалиться не будет то хочется конечно уже лето так на судачка я говорю что палка у меня лежит то захотелось взять ее все равно попробовать как она шо она проверить покидать потестить в принципе тут за счет высокой чувствительности что бланк такой сухой легкий то но даже 3 грамма контроль проводки с тоненьким шнурком то отлично ну то есть все слышно абсолютно например даже если брать какую-то бюджетную палку там даже с тестом там до семи грамм пусть там чувствительность на порядок заметно намного хуже нет этой информации там всей про про приманку как там что с ней происходит поклевки это слышно но не то а тут все несмотря на то что тест тут до 15 от 3 грамм чека я чуть ли не слышу как там приманочка тонет как она там играет как она там упала на травку упала там на дно ударилась и какую-то ракушку там или палочку на коряжке где-то подвисла поэтому в этом плане прикольно просто это когда чувствуется такой уже запас прочности то хочется половить на более большие веса крупную рыбу то пусть даже там до кила судачка просто чтоб ловить ну так сказать на большие грузики и погонять эту палку уже по верхнему тесту по верхнему своему пределу пока народ по рыбалке у нас все слабенько собака бегает легкие то поклевка одна была и все мы тут уже минут 30-40 может даже кидаем и больше нету поклевок сейчас отстал под проводами на коронную точку под проводами судя по моей статистике всегда должно клевать вот если уже тут под проводами сейчас не будет клевать и даже несколько приманок штуки 3-4 поменяю тут если уже тут не будет клевать то не знаю там уже будем переезжать потому что ну вообще что-то тут галяк тут не клюет решили мы переедем пока на другой участок недалеко попробуем там поездили там мы с лёхой по реке повыше там небольшой участок ну как небольшой нормальный мы там проехали скинули воду еще даже пару фоток вам вставлю вообще воды нету то есть в реке 30 сантиметров воды и пол речки просто сухое поэтому приехали мы уже к известному месту там где кони там где прошлый раз мы рыбачили с лёхой тут как бы щука ловилась воду тут сильно не сбрасывают поэтому тут уже будем рыбачить ну просто других мест сейчас в январе месяце так особо и нет где-то лед на каких-то там озерах ставочек на заливчиках поэтому вот ловим там где есть открытая вода смотрите народ лёха на воблер ок да лёха на воблер уже поймал тут рыбу опа да ощущение щучка есть уже нормально нормально щучка отпускаем есть рыбка поклёвка народ теперь у меня есть красота прикольно сегодня тут сколько мы под рубежу блин лазили ах ты сошла блин ай-яй-яй уже хотел выкидывать с воды и сошла но хорошая тоже такая по размерчику было за полкило где-то приятное но эта палка у меня мощная до 15 это выкидывать я думаю щук таких без проблем ей но отцепилась поклёвка опа опа ах уж зашла есть народ 2 поклёвка у меня уже достал щучку ну прикольно и классно что палочка чувствительная то есть поклёвку я четко это же по шнуру увидел как она я там чуть ли не поклёвку увидел атаку как она вылетела вот и что такой палкой бух ее закинул вообще без всяких сомнений без проблем с авадой до 15 грамм класс тут тут видите если рыба есть в она есть а там что-то у нас не ловилась что она ну не ловилась так засеклась так щука хорошо он смотрите аж два раза так крючок и и пасть пробил об об все щучку отпускаем пусть растет большой сегодня я решил вернуться к классике к своим старым приманкам ворум тейл от перчика вот они в принципе работают стабильно этот твистер у меня под разбили уже слазит он сейчас мы такой же только новенький найдем тут наденем да вот вроде блин цвета видишь перламутровый перчик 101 цвет есть вот у меня эта штучка тоже будем на ней ловить но пока половим на твистер сейчас от поставлю новую приманку будем ловить лёха пока на воблер ловит по поклёвкам вот у меня две было поклёвки но одна сошла у лёхи пока одна поклёвка на воблер он может потом перейдет на силикон тоже на джиг будет ловить и потом мы потом посмотрим как она что будет клевать если что-то будет то какую-то статистику вам потом расскажем поклёвка народ поклёвка еще одна есть красота на новый твистерочек который я поменял опа еще одна малышка джиг вырывается вперед у нас покаша и сегодня на твистер видите клюет то есть щуки надо постоянно меня чередовать прошлый раз на этот твистер но вообще особо не хотела клевать я тогда много прошел поклёвок на него сильно и не было сегодня вот видите оп оп уже вот третья поклёвка как реализованная сегодня кстати и поклёвочки такие жадные то есть вот все все поклёвки что были так хорошо рыбка заглатывает кушает поэтому интересное самое интересное видите просто одна речка там была одни места там эти вода вроде в одних местах вода есть рыбы нет ну скорее всего просто она куда-то ушла второе место воды нету я забыл не снимал даже видео тут приехали вот вроде и воды немного мелко тут но щука есть типа вот что-то клюет там есть народ рыба еще блин то шо ж такое капец с места вторая поклёвка сход и в легке докажу срез да есть а ты на джек перешел уже да только что он одновременно с лёхой по поклёвки было у меня там под берегом ну тоже сошла сошла зараза бандура и у лёхи он ну тоже хорошая щука было кстати народ тут палочка до 15 с тонким шнуром ну шнур правда тоже четкий мне нравится он такой тоненький скользкий вообще отличный вот на 2 грамма ловлю сильным боковым ветром и ну гораздо лучше ловить чем например я там когда на арбион ловил на одной из предыдущих рыбалок все-таки уровень чувствуется и не зря там ну даже на всяких палках дорогих пишут тестом полтора и двадцать например тут тест полтора-пятнадцать что реально я вот сейчас ловлю на 2 грамма ну понятно приманка до 3 дюйма на тоже там 2 грамма весит но все равно то есть тоненький шнурочек и контроль гораздо лучше и все поклёвочки четко слышно там понятно на вываживание да я тут просто больше могу форсировать за счет большего запаса прочности но это тонкий шнурочек фрикцион у меня тоже настроен нормальненько поэтому классно ловить мне нравится то савада а кстати у лёхи лёха лёха ловит поклёвка на легке еще одна поклёвка наших глазах было вылетела под ногами щука лёха на саваду до 11 ловит я ловлю на саваду до 15 кстати я потом у лёхи спрошу его впечатления про эту палку поклёвка смотрите блин то шаш такое собака сошла блин опять шашина как так и вроде все дела я так я протащил блин через пол речки ну смотрите крючок даже с приманки не вылез короче не засеклась ну по ощущениям неплохая была тоже потому что ну я так ее не мог поднять она пошла 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 в сторону и просто ну сошла 50 купля поклёвка ах ты поклёвочка так и дешевле тут взять а тут и возьмем опа летающая щука fly bike видели лёха такое смотрите сейчас поменял приманку вот перед этим у меня тоже на эту была поклёвка на palmer это тоже засеклась он смотрите за за край ну в принципе надежно но так на грани можно сказать ну еще одна классная поклёвки жадные то поклёвка крутая была перед этим супер поклёвки пусть рыбка маленькая но зато клюет потому что в январе на диком водоеме не везде так вообще можно половить мы сами сегодня полдня ездили потеряли много времени искали но зато нашли мелочь но приятно как говорится по наша приманка приносит еще одну щуку классная тема не знаю раньше я особо не обращал даже внимание на такой формы приманку понятно есть у других там контор такого типа приманки но тут перчик сделали мне чисто так случайно одну пачку вкинули в моем любимом цвете 06-ом и вот видите ловит щуку нормально что ты скажешь сход четко сделал подсечка но как паша научил не просто могил под щука есть поклёвка народ опачки есть еще одна красотка только думал сказать что поклёвки у нас сегодня такие аккуратненькие да вот аккуратненько да взяла она но засеклась на большой крючок так еще одна рыбка тоже клюнула на палмер у нас трошки в траве она обвалялась и сфоткал ее для инстаграм чека будет звездой ютюба блин пакта щука была капец опять народ шо ж такое три поклёвки только что было у меня вот раз-два там тут вот еще и исходы почему-то вот видно на как то так она тоже в поводок укусила погрызла мне флюрик идем мы уже назад там не клюет у лёхи одна поклёвка была и все места прикольные есть трава много остатков травы потом как-то и мельче такой участок пет народ было на обратном пути сейчас идем мы вернулись туда деловилась еще одна поклёвка уже тут какая третья наверное поклёвка и ну все такие ты чё чки вообще там еле-еле легенькие поклёвки даже не снимал такой тык тык тут уже так и посидела на крючке видите просто стянула приманку и все есть смотрите он у лёхи поклёвка на обратном пути блин там где-то мой шнур сейчас вымытая как раз на мой шнур чине лёха поймал еще одну рыбину красавчик смотрите на саваду на воблер а не ложи ее в трущи то вашу запривычковаться вложить в трущи страшно такая грязная гидко надо чтоб красивая рыба была вторая щука на воблер у лёхи тут сегодня отпускаем рыбу назад и рекомендуем всем тоже это делать кто не отпускает у техник льёт есть народ что-то вроде неплохое чине то на как что такое она засеклась как-то непонятно за загривок а то сначала и такой упор пошел я уже думаю блин что такое это кстати вполне вероятно что многие поклёвки которые сегодня были они как-то так и происходили что рыба типа и не засекалась что она как-то там вылетает тыкает да но может даже там не хочет съесть силикон а просто типа отгоняет там со своей территории посторонний объект вот еще одна щучка лёха поймал я поймал то есть на обратном пути опять же тут у нас поклёвки рыбки есть о поклёвка еще одна смотрите на то это уже вроде повеселее блин то что так елки-палки хорошая блин щука было а у келушка было блин он даже ну лёха подтверждает у нас видел ее что ж такое блин от нас ходит да и сидит и она сидел аж уже обычно она просто клюет но не засеклась не засеклась а сидел аж я тоже тащил ее тащил ну и такое обидно уже не первый исход хорошие щуки сегодня есть такая легенькая поклёвка тык вообще ну класс смотрите видите на обратном пути то щуки клюют то там мы сколько лазили не клюют такие малышки но все равно отличные щучки рыбки опа и бойкие малыши карандаши вот такие но зато все классно с поклёвочка четкой с подачей все как положено на палочку соваду разловил да на первой рыбалке эту удочку не сразу конечно но уже ловится о поклёвочка опа еще народ у меня поклёвка судя по рывкам пока я щуку не видел но судя по рывкам небольшая стандартик такой опа а ну сейчас закинем так сразу я палочкой еще одна щучка у нас все по стандарту аккуратная поклёвочка вот она также засеклась за верхнюю челюсть на наш ворум тейл от перчика класс видите на обратном пути уже тоже клюют уже поклёвок достаточно было их щучки есть так что я доволен засел так крючок хорошо все отпускаем щуку спасибо и за поклёвку под конец рыбалки еще продолжают радовать я сейчас овсетный гречок кстати перестал заправлять в эту в силикон так уже ловлю ну просто эти холостые тычки задолбали тот уже несколько так и поймал все народ дошли мы уже назад вернулись к шлюзу вот такая сегодня рыбалка мы полдня конечно ездили искали где рыбу нам половить вот только тут принципе нам это удалось и сделать я рыбалкой доволен поклёвок было сегодня достаточно поимок сегодня тоже нормально было не знаю там штук 6 или 7 поймал ну и общее число поклёвок там до двух десятков было хотят был на пару обидных сходов реально что видишь уже видишь рыбу там чувствуешь и хорошая крупная рыба ну там килушка например но отчет они не засекались лёхи тоже там сход хороший был у меня ну как-то так лёха ловил сегодня на саваду до 11 грамм и уже кстати не первую рыбалку да да я специально прошу расскажи свое ну честное мнение независимое как тебе палочка как универсал то есть и джих я ловлю на воблер она принципе справляется четко классный контроль так что я довольный думаю соби такую тоже палочку чтобы у меня была а я сегодня ловил 79 савадой м до 15 грамм конечно ловил я сегодня на 2 грамма на неё ну честно скажу это палка там для ловли щуки судака окуня но там уже от 7 грамм и мне под хотелось бы ей там сейчас ловить там на 12 грамм на 15 грамм с приманками 3-4 дюйма ну 15 то ему уже загнул 12 грамм и 4 дюймовая какая-то приманка на судака вот это конечно то для чего это будет огонь но при этом даже на 2 грамма с тоненьким шнурочком сегодня я уже отмечал это на рыбалке после бюджетной какой-то палки ты сразу чувствуешь дашь вот есть контроль есть гораздо больше информативности чувствительности там поклевочки все то есть вываживание ну какие вываживание там щука мелкая клевала крупные все посходили поэтому то мелкую щуку просто берешь и выкидываешь без раздумий через камыши и все также сегодня потестил и и новинки от яматоя это новый шнурочек называется он blue mark 150 метров 0 4 шнур это четырех жильный шнур от 5 лб на разрыве это около двух с половиной килограмм понятно это шнур уже по уровню повыше чем ресин шеллер который мы перед этим тестировали я специально себе брал тонкий шнурок для ловли щуки окуня ну такой универсальный 0 4 чтобы можно было якуней ловить там на небольшие грузики там 23 грамма вот щучку ловить на 23 грамма как видите он у него такой яркий цвет за одну рыбалку понятно с ним еще ничего не могло произойти у самого шнура чувствуется такое прочное крепкое плетение он плотный то достаточно крепкие не знаю там щуки просто так на палки поднимаешь и выкидываешь их все нормально то есть вылет классный там контроль приманки шнурок мне понравился кстати флюрокарбон от яматоя тоже мы потестили вот такой 0 5 флюр от поводок и как привязал начали рыбалки так целый день у меня и прослужил понятно тут есть какие-то следы от зубов у меня но как бы в поводок как был так и остался так что ссылки я оставлю в описании на сайт fish fish там кстати и скидка от меня 10 процентов по промокоду будет вот еще одна собака сегодня к нам прибежала принципе прикольные штуки конечно я еще этим шнуром буду ловить это только первая рыбалка моя так что мы потом еще разберемся и познакомимся с ним еще ближе по приманкам снова у меня работает силикон перчик который я с собой ношу в коробке ношу там у несколько пачек также с собой таскаю вот там эти твистера варм тейл которые сегодня работали ну и новая приманка palmer также несколько щук сегодня поймал так что такая рыбалка народ рыбачили вместе с лёха и лёха ну сегодня так что-то от спада спад отстал да так ну завище раз он зато он ловил на ваблера в январе на ваблера и на речке также поймал щук кому видео понравилось ставьте лайки пишите комменты подписывайтесь на канал и всем пока пока до встречи на воде